Доброе утро! И до сих пор провожу, я еще до сих пор нахожусь в эксперименте, он заканчивается официально завтра, ну как заканчивается, так как там будет выход пару дней, поэтому не совсем заканчивается, но главных три основных дня уже заканчиваются. О чем я? Это опять я много говорю, быстро говорю, ну вот в этом вся я. Я сделала три дня соковых с понедельника, вторник и вот сейчас вот среда, заканчиваю это как раз от своих три соковых дня. Если вы подписчик моего инстаграма, вы видели все соки, которые я выкладывала каждый божий день, сколько я их пила и когда я их пила. А если вы еще не подписались, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, я куда-нибудь вот сюда поставлю ссылку. Дальше. Почему соки? Вообще почему соки? Почему такая дикая идея именно соков? Соки это вообще чудесная вещь, потому что вроде бы голодание, но с другой стороны ты как бы и вроде ешь. Я в новом голодании можно сделать в принципе только одну ошибку. Я на самом деле недавно только об ней узнала, благодаря гуру сыроедения Михаила Советова. Он не просто сыроед, он врач, который реально грамотный специалист и который реально много чего может хорошего рассказать. Так что если вы интересуетесь сыроедением и никогда вообще не знаете с чего начать, где найти всю вот эту правильную, грамотную основу сыроедения, заходите на его канал. Так вот, он сказал такую вещь. Если ты делаешь именно себе соковый день, соковую разгрузку, ни в коем случае нельзя, вот ты выжал сок и сразу пьешь. Обязательно надо прослеживать его через ситица. Если, конечно, у тебя есть вот эти шнековые, шнековые, боже мой, соковыжималки, которые максимально выжимают все, все равно надо через ситица. А если у тебя обычная соковыжималка, как у меня, надо раз пять через ситица проганивать, чтобы всю эту мякоть убирать в ту сторону. Так как если будет сок с мякотью, он будет активировать все желудочные процессы, что нам не нужно. Нам нужен сок, который будет... Так, ладно. Поэтому, в принципе, это главная ошибка, которую я даже раньше не знала, но вот теперь знаю, поэтому каждый свой сок я там отсеивала, просеивала и все. Ну, конечно же, когда вы будете делать соки, ни в коем случае не используйте именно железные ситечки. Лучше уж тогда марлю, потому что железная ситечка, она очень плохо отреагирует, она начинает реагировать вместе с этой, как его зовут, с фруктами. В общем, там все окисляется и стоит бля-ля-ля, и, в общем, сок на выброску. Ну, я так шучу, конечно, но я так. Ну, если вы можете это избежать, конечно, избегайте. У меня вообще какой-то такой из пластика, я не знаю, из чего. Так что, да, соки я делала абсолютно любые. Конечно, все советуют, чтобы это было максимум овощных соков, поменьше фруктовых. И, да, и там спяться, и все, вообще почти лучше не добавлять. И цитрусовые должны быть такие щадящие. Ну, я подсела, например, вчера, для меня открытие века стало. Например, сок яблочный с лимоном. Да, боже мой, это так круто! Я вечером очень хотела съесть, не прям так, хотела что-нибудь пожевать, вот, знаете, ложки посидеть и просто обычном человеческое желание похомячить. В общем, я этот выжила сок, выпустила его через малечку, и потом запихала его до конца льда, и прокрутила своим миксером, и у меня получилось такое соком мороженое. Конечно, может быть, это активировало каким-то образом мой желудок, жир, работа желудка, но не знаю. Но мне стало намного проще, я потому что замерзла очень сильно, и потом я только думала о том, как бы согреться. Так что да! Мое самочувствие. Значит так, у меня в инстаграме уже спрашивали вопрос про кожу, изменилась ли кожа. Я считаю, что 3 дня никакая кожа измениться не может, это должен быть долгий, постепенный этап. Ну, мое мнение, может, я не права, это может быть какой-то улучшитель, это самочувствие, может, наоборот, чистка, может вывести от того, что ваша кожа вообще высыпет, и у вас станет аллергия, поэтому тут, ну, не аллергия, а организм будет через кожу чиститься, поэтому очень сложно сказать, как это может реагировать на кожу. Что касается веса, я буду взвешиваться завтра утром, мне так хочется это уже быстрее сделать. Что еще? Мое энергетическое состояние. Порхаю. Вот сейчас серьезно, я сижу и понимаю, что я прямо порхаю. Хотя у меня еще остался сегодня на один целый сок для меня. Этот сок я все хочу, уже пью в течение получаса. Получаса это свекла и сельдерей. Очень няшно, очень вкусно. Серьезно, очень такой простой, нейтральный вкус. И все, да, я знаю, что свеклы много есть нельзя. Там сок делать ни в коем случае нельзя. Там большое количество свеклы сырой. Но так как я уже сырой, это очень большое количество уже очень долго добавляет там по две свеклы в салаты. И все, поэтому на меня так свекла не действует. Кстати, я пила кокосовый сок из кокоса. Мне кто-то написал, что я прямо буду теперь все. Вот я выпила теперь сок, я теперь буду целую ночь ходить в туалет. Нет, этого нет. У меня почему-то кокос на меня как слабительно не действует. Конечно, не все было так в плане идеально, совсем идеально. Потому что, естественно, как всегда, получалась Катенька Беса, Катенька Ангел. И Катенька Бес меня прямо всячески говорила. Ну, Катя, ну ты что, дура, что ли? Ты и так сыроед. Иди съешь там бананы, печеньку сыроеденческую, а салат, грибы там и все поешь, поешь. Иди, иди, иди. А еще можно орешков замочить и поесть орешков. Катя Ангел меня выдержала. Молодца она. Она у меня хорошая. Вот ее поглажу с этой стороны. Она у меня большая молодец. Она со мной была. И если честно, меня очень мотивировало то, что я пообещала по недельным годам в Инстаграме выкладывать все фотографии. Я действительно все выложила. Сокипеть это круто. Что я хотела сказать вам? Для себя я решила, что я буду делать такие разгрузки довольно часто. И как теперь я буду более это. Я вам буду, например, через два дня, за три дня предупреждать, что все, девочки, давайте на соковый день в Инстаграме, ВКонтакте или где-нибудь еще. И, пожалуйста, присоединяйтесь. Так что давайте со мной. Я вас обязательно буду информировать, когда я буду делать следующие такие соковые дни, чтобы вы были со мной, мы поддерживали друг друга. В принципе, все это было то, с чем я хотела с вами поделиться, своими соками, что я выдержала. Ну все, уже если что, у меня тут муж мой на страже сидит, и он мне уже не даст пойти к холодильнику. Всем самого хорошего, любите себя, любите своих близких. И помните, если мы не будем покупать лотерея на билет, мы никогда не выиграем лотереи. Так что любите себя. Всем самого хорошего. С вами была Катя. Аната. С вами была Катя.